Я доживаю месяц до 28 апреля. Все, я не знаю, чем платить, куда мне идти. Границы позакрыты, чтобы к родителям вернуться. Тут пас он закрыт. Без денег работая. Всегда востребованная профессия осталась за бортом из-за пандемии коронавируса. По указу губернатора и под угрозой больших штрафов парикмахеры уже три недели дают отворот-поворот своим клиентам. Здравствуйте. Я простите. Не работаю в парикмахерской. С 30 марта не работаю в закрытой стане. Ай-яй-яй, что делать? Не знаю. Обратать? Обратать. Кудри растить. 10 лет работы коту под хвост. Индивидуальный предприниматель Ксения потеряла половину своих клиентов. Парикмахерская пустует, выручки нет. А у мастера семья и ребенок. Слава богу, говорит, кормят родители, а вот 1 мая вносить плату за аренду некому. Чтобы нас открыли в ближайшее время. Я говорю не прямо сию секунду. Ну хотя бы вы нам откройте нас, хотя бы за неделю до конца апреля, чтобы мы хоть какие-то деньги насобирали на аренду. Мы уже вообще настолько отчаялись и мы просим всех, кто может нам помочь, открыть мелкий бизнес, открыть мелкий парикмахерский. Тем более ее парикмахерская соответствует нормам СанПин. Помещение регулярно обрабатывается, инструменты дезинфицируются. Здесь уж точно безопаснее, чем дома. Кстати, именно туда перетекла большая часть парикмахеров. То есть мастер на дому будет принимать клиентов, он не будет обрабатывать никаким образом инструмент. И тогда уже, конечно, будет понятен вопрос о заражении коронавирусом. Вот, пожалуйста, в интернете сотни предложений по парикмахерским услугам. Мастера прижаты к стенке настолько, что нарушают указ губернатора и стригут дома. Для некоторых это неприемлемо. Они в очередной раз хотят договориться с властью. И даже разработали концепцию работы в пандемию. То есть как клиент зашел, что мы с ним сделали, что мы на него одели, как это все утилизировали, чем, вплоть до того, как он вышел. Следующего, естественно, клиента мы готовы принять только через 15 минут. В перерывах полная дезинфекция и стерилизация. И записи, кстати, строго по телефону. Подробную схему работы готовы предоставить губернатору. Мастера надеются, что их услышат. Как уже услышали власти Новосибирской области и Республики Алтай. Там эта сфера возобновила работу. Кстати, если парикмахерские в городе так и будут закрыты, то шуточные картинки, которые гуляют сейчас по интернету, перестанут быть шуточными. Мы тоже хотим существовать. Мы тоже хотим делать людей красивыми. Потому что они уже, они звонят и звонят. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.